Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать этот велосипед легче. Это мой велосипед Кубе. Он довольно-таки тяжелый. И мне хочется хотя бы скинуть хотя бы какой-то вес, для того, чтобы мне было легче на нем передвигаться. Ну, это так, я образно говорю, потому что нормальный велосипедист за весом не смотрит. Ему пофиг. Он может приехать и на 25-килограммовом велосипеде, и на 10-килограммовом велосипеде. Итак, сегодня мы меняем эти комплектующие. Смотрите. Итак, вынос. Кстати, друзья мои, на эти товары есть ссылки в описании. Если вам интересно, вы можете купить их себе. Вынос. 128 граммов. 126, 127. 127 граммов. Так, звезда у нас. Звезда у нас. 36 зубов. Наро в глейд. Поставим вот так. 61. 188. Так, и педальки. Сейчас мы педальки еще поставим. Я сразу эти элементы все свешу. И потом свешу то, что осталось от того, с тех комплектующих. Я отниму и скажу вам о разнице, сколько вышло. Так, давайте не так. 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 497 граммов. Три элемента у нас. Потом я все снимаю старое. Это цепляю туда. И то, что старое останется, я свешу и покажу вам. И рассчитаю разницу и покажу вам. И вы узнаете, сколько можно выиграть. И сколько веса мы с вами избавимся на нашем байке. Итак, приступим к работе. Первое, что снимаем, это вынос. Я специально заказал покороче вынос, для того, чтобы получить больше управления. Ну и этот вынос немножко для меня был длинноват. Сложно одному работать, немакому подержать батюму. Ну, я имею ввиду, немакому подержать. Не то, что вы подумали, конечно же. А? Байк. Так. Красный цвет то, что надо. Любите красный цвет? А то-то. Красный, это круто. Нужно учитывать то, что если вы поменяете вынос, то, возможно, вам пригодится колечко дополнительное. Потому что выносы по высоте разные. И нужно учесть это дело. На всех более-менее нормальных рулях есть регулировка. Видите, здесь внизу. Там есть такие полосочки, которые помогают нам выставить руль по центру. То есть со смещением влево-вправо, я имею ввиду. Всегда нужно затягивать торсионно, для того, чтобы не сорвать резьбы. Потому что резьбы здесь нежные. Они аж алюминиевые. То, что вы зажмете сильнее, это ничего вам не даст особо. Так, оно. О! Неплохо. Центруем нашу кобылу. Так, для того, чтобы разобрать нашу систему, нам нужно шестигранник, биток и выжимку. И ключ на 17. Пошел. Никто еще не открывал его, потому что этот велосипед у меня... Ну, как бы он новый был, когда его взял. Никто его еще не мочил даже. Выжимка эта стоит 2 доллара. В любом интернет-магазине. Специализирующийся на велосипедах. Видите, педали у меня какие контактные. Сейчас я их буду менять на обычные педальки. Я хочу чуть-чуть поездить на обычных. Вот наши звезды. Они у нас здесь металлические. Сейчас мы будем их менять на алюминиевые. Нам нужно снять вот эти вот все бонки. Раскрутить все звезды. И на вот эту насадить нужную нам. Мне пришлось идти за бородком, потому что... Не хотелось. Не хочет она поддаваться. Батя знает, как с ними общаться. Батя универсальный человек наш. Вот наш шатунец. Декоративные вставки должны быть вот здесь сверху. Такие вставляться они. Я так понял, буду без них. Ну, блин, звезда здесь тяжелая. Я вам скажу, друзья мои. И вот это... Это легкое. Отлично, бонки здесь подходят. Все по диаметру классно сходится. Не надо ничего допиливать. Лишних телодвижений делать не нужно. Очень приятно, когда... Не надо ничего лишнего дотачивать. Или играться. Просто взял, поставил и забыл. Как мы знаем, преимущество этой звезды над теми звездами, которые стояли только что... Это технология, которая позволяет ездить на велосипеде без успокоителя цепи, а также без переключателя передач, и у вас не будет падать цепь. Красотища! Красотуля! Радуюсь. Уже радуюсь, короче, так сказать. Вы знаете, что? Все нужно делать в меру. Даже торсионно зажимать, а то можно с дою и сломать. Как та пословица, можно с дою и то сломать. Красотища! Поставим эту звезду. О! Ляпота! Так, теперь сразу ее стягиваю. Видите? Зубчики. Один толстый, другой тонкий. И мы берем цепь и садим ее на тонкий и на толстый зуб. Понимаете? И она ложится идеально. Паз в паз. И теперь цепь не будет падать. Так. Правая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что у нас вышло? Так. Мы сняли с байка звезды металлические. Пожалуйста. Вес 451. Дверь у нас. Плюс две педальки. Плюс переключатель передач. А также монетка с тросиком. Сейчас я принесу еще кусочек цепи, которую я укоротил. Кинули мы один килограммчик. Но заслуга этого всего это только замена одной звезды на Ро Вайт. потому что педали весили всего лишь на 30-40 граммов больше, чем те, что я установил. А также вынос всего лишь на 20 грамм тяжелее, чем тот, что я установил. то есть заменив одну звезду на Ро Вайт вот такую, то мы экономим сразу один килограмм веса. Вы поняли, короче. Итак, друзья мои, как мы видели, вес велосипеда уменьшился практически на один килограмм. И это все лишь всего лишь заслуга одной звезды на Ро Вайт. Потому что я поменял выносы педали и они мне дали прирост всего лишь уменьшение веса всего лишь на 50 граммов. Это несущественное уменьшение веса. Но благодаря тому, что я снял переключатель передач, монетку и три металлические звезды, это уменьшило вес на 900-100 граммов. очень приятно. А также я укоротил цепь и сделал ее меньше на 8 звезд. То есть мы еще сэкономили несколько граммов, то есть в итоге у нас получается один килограмм веса. Мы скинули просто тем, что мы поменяли звезду. Ну, а педальки уже и вынос, это более уже кастомная тема, ну и красиво выглядит. Еще также в дальнейшем я поменяю подсидельный хомут на кастомный и эксцентрик. И будет вот. Итак, друзья мои, если вам понравились товары, которые я установил себе на байке, вы все хотите такие же, ссылка на них в описании к этому видео. Итак, спасибо, что смотрели этот видосик, надеюсь, это видео было для вас полезным. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok